Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами будем говорить про Mac на M1. Будет такое необычное видео, во всем разберемся. Меня зовут Максим, вы, как всегда, на канале Диомец Лаунж. Поехали! Итак, уже прошло достаточно большое время после того, как Apple выпустила свой Mac на M1. Там и MacBook Pro, и MacBook Air, и, конечно же, Mac Mini. И мне кажется, что сегодня настало время поговорить о том, что это вообще за гаджеты, стоят ли они вашего внимания. Я специально этот месяц выжидал, ждал, смотрел, кто что рассказывает, кто что показывает, и собрал для вас всю информацию воедино. Плюс у нас будет в этом ролике небольшой интерактив, я думаю, что вам такое тоже понравится. Итак, я не буду здесь занудничать по поводу каких-то технических характеристик, по поводу каких-то гигагерц, мегагерц и так далее. Потому что это все не очень интересно. Нам, в принципе, нужно с вами понимать, рабочие это машины или нет. Стоит их покупать или стоит же брать Intel. И в этом ролике мы с вами, конечно же, в этом и разберемся. Стоит сказать сразу, что Mac на M1 получились неплохие. Как для переходного компьютера, как для старта, скажем так, новой эры Mac'ов, в принципе, они хорошие. То есть, в целом их все хвалят, в целом они работают нормально, не перегреваются как-то активно, каких-то проблем с ними нет. Да, есть мелкие какие-то недочеты, но это все, в принципе, не важно. Потому что оно работает, оно работает быстро и оно работает хорошо. Вообще, Mac это особенные компьютеры. Если у вас никогда не было Mac, вам будет сложно меня понять. Потому что это те вещи, на которых ты особо не поиграешь в игры, на которых ты, в принципе, не можешь сделать что-то такое вау, как на обычном ПК-компьютере. Но оно работает внутри экосистемы Apple и работает, конечно же, очень круто. И это, на самом деле, его огромное преимущество. Плюс тот топ, который Apple делает для своих компьютеров, он вылизан до идеала. И там вот просто все работает отлично. На примере того же Final Cut Pro, теперь уже просто Pro, уже теперь не Final Cut Pro X, можно явно видеть. Но давайте немножко с вами обсудим сами Mac'и. Что там хорошего, что там плохого? Начнем с того, что производительность какая-то феноменальная. И далее мы в этом ролике об этом еще, конечно же, поговорим. Посмотрим с вами тесты. Но сам факт того, что какой-нибудь Air без вообще кулеров, без вообще каких-то, я не знаю, устройств нормальных охлаждения, без интелоского процессора уделывает просто вот так вот реально там 80% ноутбуков. А ультрабуков, мне кажется, он уделывает просто все 100%. Потому что я себе не представляю ультрабук мощнее, чем MacBook Air новый на M1. Если вы знаете, такой напишите, пожалуйста, в комментариях, я с удовольствием почитаю. И в целом это реально выглядит как очень отличная вещь, за исключениями пока двух но. Во-первых, нельзя поставить Windows через Bootcamp, потому что пока это не работает. Да, там уже через виртуальную машину как-то запустили, и оно работает хорошо, нормально. Но официального способа нет, и это небольшой геморрой, потому что даже те люди, кто иногда покупают MacBook'и, им бывает нужна винда, чтобы использовать свои какие-то программы, чтобы, например, по работе что-то сделать. И это нормально. И второй большой минус, это на данный момент, опять же, отсутствие поддержки EGPU. То есть вы не можете в свой Air вкорячить ваш EGPU-бокс, чтобы там была внешняя видеокарта. Вот это, к сожалению, нет. Хотя, я думаю, что в будущем, через годик, Apple все-таки добьет эту технологию. Другой вопрос, разрешит ли она вам подключать EGPU внешних производителей, то есть там, например, NVIDIA или, например, AMD, как сейчас это сделано, или она сделает свои видеокарты, которые будут чисто для нее работать. В целом, это очень похоже на Apple, будет очень странно, если они так не сделают на самом деле. Но у меня есть, в принципе, теория. Если вы знаете, когда презентовали новый Mac Pro, там есть расширяемые модули. Они называются MPX, Mac Pro Extension, по-моему, это так расшифровывается. Но суть в чем? Вы можете купить у Apple специальные модули и проапгрейдить ваш Mac Pro. И у меня есть ощущение, что они выпустят что-то по типу EGPU-бокса своего производства, в который вы эти MPX-модули сможете вставлять, и по Thunderbolt подключать их к вашему MacBook. Все в этом плане выигрывают, Apple зарабатывает деньги, у вас повышенная производительность, но только вы не можете купить вещи сторонних производителей. Хотя я уверен, что там, конечно же, рынок адаптируется, и что-нибудь можно будет на колхозе. Следующее, чем в негативном плане нам с вами сулит приход Mac'ов на M1, это смерть Hackintosh. То есть вот той вот штучки, которая работает сзади меня, они вымрут вместе с процессорами Intel на Mac'ах. Потому что сейчас любой Hackintosh, он запускается через процессор Intel. Да, там есть очень колхозные варианты на Ryzen'ах, но в целом это все запускается на Intel'ах нормально. А здесь уже будет это практически невозможно запустить. Опять же, я уверен, что кто-то что-то как-то на колхозе, но в целом это будет не очень-то приятно. Но это должно волновать компанию Apple вообще в меньшей степени. Им-то лучше, потому что такие люди, как я, которые пользуются Hackintosh, перейдут обратно на Mac'и. У меня были Mac'и, у меня был и Mac Mini, и MacBook Pro 13 разных поколений. И я перешел на Hackintosh просто потому, что хотел спокойствия с точки зрения работы. Я мог спокойно на эти деньги купить себе какой-нибудь iMac 5K, сколько мне стоил этот Hackintosh. Но тем не менее, там не было бы такой системы охлаждения, потому что я здесь поставил водяночку. И все работает красиво, тихо и хорошо. Он выше 45-50 градусов, вообще никогда температуру не поднимает. Но, к чести новых Mac'ов, там до 100 градусов, как Intel'овские процессоры, ничего не разогревается. То есть, M1 относительно холодный чип. Понятное дело, что пока это не совсем точно можно проверить, ввиду отсутствия софта. Но, тем не менее, в целом это работает неплохо. И как я вам раньше уже немного говорил, Mac это больше про эмоции, про классность работы системы, про как это все работает вместе. И так получилось, что наш подписчик Евгений как раз приобрел себе такую машину в MacBook Pro 13 на M1 2020 года. В базовой комплектации с 8 гигабайтами оперативной памяти. И, конечно же, он предложил мне записать распаковку, где человек, который никогда до этого не пользовался MacBook'ами, не пользовался macOS, распакует и покажет свои эмоции. Я не мог отказаться от такого предложения. Поэтому я передаю слово Евгению, который вам расскажет свои первые эмоции от пользования macOS и MacBook'ом. Ну и, конечно же, потом мы с вами еще тест проведем. Друзья, всем привет! Я сегодня гость канала Damage Lounge. Подписывайтесь на канал. MacBook на чипе M1. Засылайте меня сюда. Ладно, на самом деле это был пранк. Все в порядке. MacBook целый. Начинаем распаковывать. Красиво. Коробочка. Какая приятная коробочка. Он выходит? Да, выходит. Все, нормально. Давай, давай, давай. Давай, давай. Ну, 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 ну. Давай, 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 быстрее, быстрее. Е! Да, какая красота. Ты видел это? Ты видел это? А мы вот так вот поднимем. Холодный. Я недавно вернулся с улицы. И вот такой, в принципе, побольше, конечно, чем iPad 8-го поколения 2020-го года. Но, тем не менее, 13,3 дюйма, 8 гигов оперативки, 512 гигабайт памяти. И, что самое важное, чип M1. Да, процессор M1. Вот. Сейчас мы его посмотрим. Аксессуарчики у нас. Длинный зарядный проводок. Проводок. Хорошо, что их кладут в комплекте. Длинный, длинный, длинный зарядный проводочек. С одинаковыми разъемами, соответственно. Скажу сразу. У меня это первый макбук в моей жизни. И я начинаю прямо с чипа M1. Что? Есть Space Gray яблочки. Хорошо. Ну и, соответственно, блок. Блок. Вот такой огромный, громадный блок. Я не особо аккуратно это сделал. Ну и ладно. Что мы можем? Распакуем. Красивого такого красивого. Ох да. Он пахнет серым цветом. Точно нет. Итак, открываем. Не, ну вы это слышали? Панелька Touch Bar одна из причин, почему я захотел версию Pro. Когда ты будешь громкость и яркость настраивать, еще и цвет клавиш, не за счет того, что ты нажимаешь на физические клавиши. русский язык. Я не умею еще пользоваться. Давай. Знаете что, давайте я разберусь, а то мы тут женщина сейчас не поладим, чувствую, с самого начала. Замолчи! Суббота. Суббота. Как и слышим, будет сомер для настройки компьютера Mac. Нажмите клавиш истой. Верните мне Windows. Шучу. Пока я настраивал Siri iPhone, iPad и Apple Watch сходили с ума. Слушайте, ну какая красота, однако. Уже напоминание какое-то стоит. Ну просто без слов. Мне абсолютно нравится. Пробуем звонить. С фейстаймом. Да. Да. Ты меня видишь? Нет. Так. А вот так? Да. Я тебя на видео снимаю. Ну прикольно. Я не знаю, говорят, что на макбуке камеры не очень, но тем не менее я смог позвонить с фейстайма и оценить обои, по крайней мере. Ну что ж, ребят, вам спасибо за внимание. я сейчас буду весь вечер разбираться в macOS. Да. Мой первый макбук. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на мой инстаграм. Я там, если что, занимаюсь тренерством. Я занимаюсь йогой. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Спасибо, Жень. Действительно, подписывайтесь на его инстаграм. Большая благодарность за то, что человек согласился для нас с вами снять это, провести тесты, смонтировать, потому что это на самом деле тоже важно, на это нужно потратить свое время. Но что там, казалось бы, по тестам? Дело в том, что мы сегодня будем сравнивать всего лишь в одной программе Final Cut, где мы, в принципе, посмотрим, насколько быстрее макбук про с чипом M1, чем мой Hackintosh. Почему я делаю всего лишь это в одной программе? Потому что это показательно. Final Cut использует как GPU, так и CPU, то есть и процессор, и видеокарту, и в целом он использует компьютер по максимуму. Понятное дело, что есть варианты по типу Xcode, есть варианты по типу Cinebench, но это другие задачи. Лично для меня Final Cut это то, чем я пользуюсь постоянно, поэтому в нем я смогу более релевантно для вас объяснить эти результаты. Я напоминаю, что моя система состоит из Core i7-8 732 гигабайта оперативы DDR4. Конечно же, у нас с вами SSD-шка быстрая, хорошая от Samsung, поэтому здесь никаких проблем не будет. Естественно, у нас с вами RX 580H на 8 гигабайт памяти, видео, конечно же, GDR5. Ну и чтобы это все не тродлило, приправлено это все в отяночкой Corsair. И на этом компьютере мы с вами запустим проект, который по-моему называется BruceX, который проверяет как все работает на Маке. И, конечно же, мы с вами запустим проект моего примерного ролика, чтобы просто понять, как это работает на реальном примере. И то же самое мы все с вами сделаем на MacBook Pro 13 дюймов с чипом M1 и 8 гигабайтами оперативной памяти, которую как раз-таки Евгений для нас подснимет. И мы тоже посмотрим, как там это все работает, кто же оказался быстрее. Пока идет тест, несколько прокомментирую для вас его. Дело в том, что это тест через компрессор, соответственно, это все работает только в одном варианте, поэтому здесь могут быть не совсем релевантные результаты, но тем не менее это то, чем пользуюсь лично я. И как вы заметили, только до 88% доходится на загрузку, потому что компрессор работает так 88%, потом он ждет и все, у вас видео готово. И сам проект, он тоже, конечно же, выводится через компрессор со всеми теми же настройками. Здесь, в принципе, все так же. Честно говоря, я достаточно удивлен тому, как повел себя MacBook Pro на M1 против моего Hackintosh, ведь, казалось бы, Hackintosh должен очевидно выигрывать. Ну что же, друзья, мне кажется, что все очевидно и я, честно говоря, не понимаю, как мой Hackintosh с таким мощным процессором, с такой мощной графикой смог проиграть такому маленькому простому ноутбуку, компьютеру на базе мобильного ARM-чипа. Но, тем не менее, это наша с вами реальность и нам с вами предстоит в этом жить, ведь, скорее всего, потихоньку производители начнут к этому тоже приходить, не только Apple, другие в том числе. Что значит это для нас с вами, а то, что в течение 3-4 лет потихоньку придется нам с вами MacBook'и на Intel'е и компьютеры на Intel'е с точки зрения macOS'а менять на компьютеры с чипами M. Плохо это или хорошо? С одной стороны, плохо, потому что не получится, например, сделать такие машины, как мой Hackintosh, с другой стороны, мощные, реально классные гаджеты ждут нас с вами в мире macOS. Ну, вы скажете, окей, но я хотел бы сейчас взять и что, брать Intel или не Intel, и я вам скажу так, нужно, конечно же, брать уже, наверное, не Intel, если вам предлагают такой вариант. То есть, если у вас есть, например, только MacBook Pro 16 в максимальной версии только на Intel, тогда берите его на Intel. Если у вас есть любая версия на M1, ее взять будет лучше, потому что, скорее всего, поддержка там будет дольше. Производительность, как мы с вами выяснили, ни разу не хуже, а то и лучше. И, что самое главное, автономность, если мы берем ноутбуки, она выше. Понятное дело, что на Mac Mini, например, это не так отразится, но, тем не менее, именно новые чипы позволяют вам отлично работать. Я знаю, что прибежит много людей, которые скажут, что да, есть проблемы, есть огрехи, но это первое поколение, и все равно, я считаю, что оно уже успешное, можно брать компьютер с M1, и, в принципе, как обычный пользователь, вы ничего не потеряете. Если вы суперпрофессионал, который знает, что вам нужно, то это видео, как раз таки, вам особо ничем не поможет, потому что вы и так для себя уже все решили. Так что, какие-то такие новости на сегодня. Еще раз спасибо Евгению за то, что с нами провел эти тесты. Если же вам этот ролик понравился или был вам чем-то полезен, пожалуйста, поставьте ему большой палец вверх, мне это будет очень приятно. Конечно же, вот там внизу подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы в будущем не пропустить много новых, крутых, интересных роликов. YouTube вам тогда пришлет уведомления. Но если у вас есть какие-то вопросы, хотите пообщаться, вот там вот в комментариях тоже внизу я вас жду, с удовольствием с вами подискутирую, на ваши вопросы отвечу. Ну и вот эти два ролика специально подобраны для вас, мануэл говорит, мне YouTube зацените, если не видели, и вот сюда к вам не жмите, чтобы подписаться на канал. Ну а с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok